Это приглашение Новосибирского государственного университета. Это от Томского государственного университета. Это от Политехнического Томского. Георгий Жуков может пройти в эти вузы вне конкурса. Его хотят видеть в лучших столичных и сибирских учебных заведениях страны. В этом году парень окончил школу. Золотая медаль, не одной четверки за 11 лет, победа в Олимпиадах по математике и физике. В планах у Жора из Новоалтайска получить ученую степень, преподавать и посвятить жизнь науке. В Академии городки много института теплофизики, института ядерной физики. Институт ядерной физики вообще в России один из лучших. Там сейчас коллайдер собираются строить. Такие ученики, конечно, редкость. И мы всегда говорим, что это дети действительно Богом поцелованные. И у них есть вот этот дар. А наша задача получается упрощается, чтобы вот этот дар увидеть и помогать развивать талант и дар ребенка. Но ни Москвы, ни Новосибирска Жора не увидел. Как и не увидел свой последний звонок и выпускной. В апреле этого года о себе дал знать порог сердца, а именно инфаркт пневмонии. У парня серьезное нарушение кровотока в правом легком, которое грозит ему ампутацией органа. Мама Георгия рассказывает, в детстве Жора уже перенес неудачную операцию на сердце. Тогда врачи краевого кардиоцентра обещали устранить порог сердца. Все надеялись на чудо, но чудо оказалось только в том, что Жора остался жив. Восемь дней реанимации между жизнью и смертью. Потом все-таки там и сворачивались легкие, и в печени, и в селезенке неизвестно, что было. Вот радость детства ушла. И вот приезжая уже мы на Новосибирск ездили обследование, я помню, ходили в цирк. Ему даже в этот цирк не было радость, не было интереса смотреть, потому что тяжелое состояние было. Потом на несколько лет удалось забыть о болезни, а сейчас состояние на 5 ухудшилось. Требуется срочная операция, чтобы сохранить легкое и устранить порог сердца. В российских клиниках за нее не берутся, только предлагают удалить легкое. А вот в берлинском кардиоцентре готовы провести сложную операцию, но стоит она 3 миллиона рублей. Отец Жоры погиб много лет назад, и для одной мамы эта сумма неподъемная. Раньше Георгий помогал одноклассникам решать задачи по математике. Теперь же они пришли ему на помощь. Друзья и их родители организовали сбор средств, устраивают благотворительные концерты, расклеивают листовки. Чаще всего откликаются именно обычные люди. Обычные студенты, которым тоже нужны деньги на свою жизнь, они все равно их отправляют по 100, по 50 рублей, по 200, по 300, но они отправляют абсолютно все. За несколько дней удалось собрать около 1 миллиона 300 тысяч рублей. Необходимо еще более полутора миллиона. На данный момент это последний шанс Жоры, чтобы выздороветь и своими глазами увидеть адронный коллайдер в Новосибирском академгородке. Ирина Корчегина, Андрей Печеркин. Наши новости.